Самым главным символом любого Хэллоуина является, конечно, тыква, и все мы знаем эту прекрасную историю, да, про Джека, который дважды ушел от смерти. Пьяницу Джека. Пьяницу Джека, да, ну и который потом в итоге не попал ни в рай, ни в ад, и ходил вот с этим фонариком и подсвечивал себе. Именно поэтому мы с тыквы вырезаем и вкладываем туда огонечек, чтобы он нас от нечисти как-то вот сохранял, наверное. Сохранял, да, отторгал эту нечисть самую. Так вот, о том, как правильно хранить тыкву, поговорим с нашим экспертом, заведующим кафедрой овощеводства и плодоводства Уральского государственного аграрного университета Михаилом Юрьевичем Карпухиным. Михаил Юрьевич, доброе утро. Доброе утро. Как же мы вас рады видеть, потому что еще вот такой большой предмет у нас есть, и, конечно, хотелось бы надольше его сохранить у нас в студии. Что нужно делать? Какую правильную температуру? У нас она правильная для тыквы? Ну, вы знаете, вообще есть несколько способов хранения, да, если мы хотим вообще сохранить тыкву, грубо говоря, до следующего урожая, да, то вообще температура в начале, после того, как мы срезали, видите, вот здесь правильно срезано, видите, такая плодоножка, да, она уже усохла. Вот так же срезается плодоножкой. Температуру снижают до плюс 14 в течение двух недель в начале, а потом хранят вообще при температуре плюс 3, плюс 8 градусов. Ну, то есть это какой-то подпал? Конечно, подпал. Это балкон? Нет, там очень холодно. Балкон зимой промерзает. А, мы про зиму? Я думал, мы про осень. Нет, но осенью можно сейчас убрать. Сейчас можно убрать, например. Есть еще, я знаю, что, ну, в старых домах, по крайней мере, такие холодильные камеры под окном, я думаю, что там такая же примерно прохладная погода. Да, да, там такая же прохладная, там плюс 3 как раз, плюс 3, плюс 6, да, вот, а ты плюс 3, плюс 8, и влажность воздуха должна быть где-то 60-70%. Но понятно, что тыквы, особенно вот твердокорые тыквы, да, они могут храниться и при комнатной температуре, да, но самое главное, нужно понимать, что ее нужно хранить, во-первых, в темном месте, да, в сухом. Почему в темном? Дело в том, что на свету, если мы будем хранить вот такую тыкву, то в ней прорастут семена, и мякоть будет горчить, да, поэтому необходимо обязательно темное, сухое мякоть. А я посмотрела на это, мне кажется, что это завораживающе, как они в такой толстой корочке прорастут, или они не проклюнутся? Это было бы... Они не проклюнутся, но прорастут внутри, совершенно верно. Это было бы прекрасным украшением тыквы, хэллоуина, вот эти ростки, или нет? Ну, вы знаете, когда прорастает, то понятно, что внутри, снаружи этого не видно, да, это только внутри может быть. Самое главное, что питательные и вкусовые качества страдают от этого. Ну да, вкус изменится. Внешний-то вид, конечно, останется тот же самый. Михаил Игоревич, у нас сегодня в гостях был шеф-повар, мы с ним разговаривали уже о том, что бывают разные сорта тыквы. Какие вот больше всего подходят для хранения зимой? И как они называются, потому что толстая корая? Да, твердокорая называется тыква, да, твердокорая. У нас просто их несколько. Вот это разные тыквы сейчас тут находятся? Да, это совершенно разные тыквы. Вот и такие, и такие они прекрасно могут храниться. Да, единственное, что все зависит от толщины кожуры, да. Вообще, конечно, на хранение берут тыквы разных сортов, допустим, мозолеевская, да, грибовская зимняя, например. Вот такая, как конфетка вот при вас, да. Как конфетка. Да, вот такая конфетка. Она может прекрасно храниться, почему? Потому что внутри там много крахмала, да. И чем больше этого крахмала, он постепенно гидролизуется в сахара, да, и спокойно хранится. Но самое главное, как мы с вами сказали, чтобы это было сухое, темное помещение. Темно, холодно и влажно. Ну, сильно влаги не надо, 60-70%. Ну, в обычной квартире, мне кажется, такого не бывает. Это все равно гораздо больше влажно. Конечно, нет. И в обычной квартире вот тыквы хранятся значительно меньше, чем вот я сказал, вот эти параметры температуры и влажности. Но, несмотря на это, могут достаточно долго храниться. А есть ли вообще шанс дома создать такие условия, я думаю? Ну, тяжело. Тяжело, но ничего страшного. Но где лучше всего? На полугода можно спокойно хранить. На даче где-то создавать такие условия? На даче, в погребе, да, делают полочки, укладывают. Но самое главное, нужно понимать, что если тяжелая тыква, да, вот таким вот образом, ее нужно обязательно переворачивать. То есть она не может постоянно лежать на одном месте. Видите, да, ее нужно переворачивать. И самое главное, если вы храните рядом все тыквы, то они не должны соприкасаться друг с другом. Так это сложно, да? Какие сложные, привередливые овощи-то ваши тыквы. Я хочу, чтобы на меня не смотрели, сидеть в темноте, чтобы было прохладненько, влажно. Крупная девушка, которую сложно добиться. Да, да, да. И еще, пожалуйста, переворачивайте меня, и чтобы рядом, близко со мной не было других таких же кругленьких. Да, ну и учитывая, что у нас сегодня праздник, я, конечно, Сене подарю вот такую шкалу. Ксения! Ну ладно, ладно, Ксения. Она сегодня красивая, нарядная. Мне просто хочется тоже вас как-то отблагодарить. Все-таки шалость или гадость, или сладость, чтобы у вас было такое же сладкое настроение, потому что, когда вы приходите, вы всегда поднимаете нам его. Это правда. А мы вам в следующий раз обязательно отчитаемся, через сколько тыква наша была съедена. Да, Михаил Юрьевич, спасибо вам большое за то, что сегодня к нам пришли. Хорошего вам настроения, хорошего дня. И давайте есть тыкву. Тыква – это хороший продукт, как мы сегодня уже выяснили. А самое главное, что это красивый продукт. И красивый. Владислав, сделай мне красиво. Естественно, сейчас сделаю, после рекламы.